Лес Победы, Зелёная Волна, Аллея, предприниматели Соликамск просто захлестнули акции по посадке деревьев. Но всё же каждое высаженное дерево было приурочено к Великой Победе, которой уже 70 лет. В каждой посадке принимали участие все желающие, а началось всё 14 мая на площади Латкина. Каждый участник, посадивший это дерево, он будет ходить и говорить, что да, я в честь 70-летия, в честь юбилея, я посадил это дерево, и вот оно долгое-долгое-долгое время будет расти. И не один человек будет гордиться тем, что он посадил дерево. На каждую высадку приходило множество соликамцев, которые с большим энтузиазмом облагораживали территорию. Первая высадка произошла по проспекту Строителей, там появилось 109 березок. Затем на улице Степана Райзная появились саженцы 23 лип. 140 саженцев были посажены на аллее предпринимателей. И вот 19 мая рядом с творческим центром «Звезды» началась посадка 76 саженцев яблони. В таком деле без мастер-класса не обойтись, ведь садятся деревья на года, а значит всё нужно сделать правильно. Но оказалось, многие участники акции «Зелёная волна», приуроченная к 70-летию Победы, без учения смогли посадить дерево. Вот, например, Лариса Негодяева. Посадить яблонку она пришла вместе с внуком и его другом. Тот факт, что они помогают нашему городу зацвести, ей несомненно нравится. Как процесс? Сложно, не сложно посадить дерево? Да совсем не сложно. Что тут сложного? Приятно очень. Побольше бы садили в соликамские деревья. Побольше. Понравилось. Понравилось, нормально было. Познавательно. Сложно? Да нет. Какие бы ещё хотели деревья посадить? Берёза, ель, сосна, дуб. Присоединились к акции депутаты нашей городской думы. Для некоторых из них яблоня далеко не первое посаженное дерево. Будете навещать своё деревство? Да, обязательно. Детей, внуков приведу. Показать те деревья. Они же все пронумерованы, где мы садились с депутатским корпусом. Несмотря на то, что погода не радовала, участники акции были в хорошем настроении. Ведь все они делают благое дело. Да и тем более в такой знаменательный год. Есть чем гордиться. Главное теперь, чтобы деревья расцветали и за ними был уход. Кто должен ухаживать за всеми высаженными деревьями? Кто будет ухаживать? Ну, это смотря на какой территории мы садим деревья. Если же мы садим, допустим, по проспекту строителей мы посадили, этот земельный участок находится уже в ведении ПМК-11. То есть в течение ближайшего года они будут ухаживать за этими зелёными насаждениями. За яблонями, которые высадили на Церты Дьюзвёздный, будут ухаживать, конечно, работники творческого дома. А вообще, говорит Марина Сабанцева, будет хорошо, если свои высаженные деревья соликамцы будут сами приводить в порядок и ухаживать за ними. У вас четыре верилучки? Да. Или больше? Три. И вот ещё одна аллея почти готова. Остались последние штрихи. Полицы подвязать буквально за одну неделю в нашем городе появились яблоневые, берёзовые и липовые аллеи. А саженцы для посадки собирались, можно сказать, с миру по нитке. Ну, частично саженцы предоставили нам соликамское лесничество. То есть, частично были приобретены предпринимателями в нашем ботаническом саду. Частично нам помогли приобрести саженцы добровольно, на безвозмездной основе некоторые предприниматели. Вот такими общими усилиями не только посадили саженцы, но и приобрели. На этом высадка аллеи не заканчивается, и уже 20 и 21 мая в Соликамске появится сирень. И те, кто хочет посадить своё дерево и оставить след в истории Соликамска, присоединяйтесь. Лопату можете не брать, вам всё выдадут. Главное, берите хорошее настроение.